Субтитры сделал DimaTorzok Суть коопа, или не коопа, цикла Чё как вообще-то В общем-то, поэтому, наверное, первая серия Она такая будет неофициальна, хотя, наверное, официальных серий В принципе, по майну не будет Мне больше нравится вот ламповая Серия по фактуре, нежели какие-то официальные Когда там всё так чётенько И Роботизировано как будто В общем, Майн, сборка и Я думаю, Кэр расскажет немножко, что здесь Почём. Он уже играл просто Мы на сервере находимся Пока не знаю Будем опубликовать конкретно какой сервер Играем Кэр, как ты думаешь? Не знаю, сам решаю на самом деле Ну вот, Кэр... Народный бежит на сервак Вот, Кэр мне дает карт-бланш В этом плане Я об этом сейчас тоже расскажу обязательно Кэр, расскажи Так вот Базис, чтобы какой-то образ сложить У людей, чё здесь у нас Знаменитая сборка По-моему, Фидзи без инфинити Переделано под местный сервак У хардкорина по самой не хочу А снова Гректех Пятый В принципе, всё кратенько А дальше, как говорится, пошёл Пятый Гректех А дальше пошёл пятый Гректех На самом деле, я честно скажу Я сейчас мало что представляю Прямо вот в тонкостях Поэтому, ну, понятное дело, начало Будет разгоночное Я сам буду разбираться Я наверняка посмотрю Каких-нибудь там гайцов Руки дойдут Кэр порассказывает То есть, чем дальше влез Как говорится, тем толще Чем толще Да что ж такое это слово-то В общем-то, партизаны там хардкорнее будут Вот, Гректех я Посмотрел мельком Выглядит жёстко Выглядит прям-таки Разрывательно И интересно Со слов Кэра Данный цикл Ну, как данный цикл В принципе, серверу уже где-то год Вроде бы Плюс-минус Недавно год исполнился Вот, недавно год исполнился И люди до сих пор За это время не достигли вершин Опять же, Кэра говорил, что, мол Что-то имбалансное вырезается Где-то вершины ещё ухардкариваются Вплоть до того, что там Люди там почти достигали уже А потом хоба на обновление И они опять находились достаточно далеко От завершения Соответственно, это практически целое ММО То есть, на год Если, со слов Кэра Тут можно застрять Это серьёзно, ребят То есть, это не на один день Это не на ОЛОЛО Это прям вот Хардкор по самое не хочу Я здесь уже почти год играю Вот, и Кэр уже здесь почти Кэр, конечно, ну, так вот Вот, то есть, Кэр тут уже Поэтому он чуть шарит Вообще, чё почём Поэтому он будет инструктором Можно так сказать Нашим То есть, начали Ну, у Кэр, на самом деле Здесь недалеко база есть Но относительно недалеко Если, вот она Вот эта база Он там ещё тоже с ребятами играл Это моя вторая база Если вытащили Я уже начинаю третий раз Вот, Кэр начинает третий раз Даже так вот В общем-то, я думаю В какой-нибудь серии мы туда слетаем Чё-нибудь покажем Там Ну, ксим, на сервере вообще вдвое масло Собственно, нечтег Сроде бы, как бы и сервер А вот разве бы и вдвоём Не, ну, тут бывает Полный все 15-го, то занятых Бывает Бывает А там нет, там, типа, очередь захода Или как вообще люди заходят Если всё занято Слушай, как-то забыло, что Ни раз не мог зайти Да В общем-то, в общем-то, сервак Бесплатный У меня добавили просто Я написал, то есть там правила какие-нибудь написать Нужно иметь лицуху Это обязательное правило И написать просто, там, держателем сервера Типа, ник и вас добавляют То есть в этом сложности там никакой не было Я просто написал Меня добавили там Без вопросов там Никаких там Анкет заполнять ничего не надо Просто взяли и добавили Вот Но, я так понимаю, здесь строго Со всякими нарушителями Очень строго Вот Вот Кэр мне тоже тут рассказывал Кэр, на самом деле, мне вот Успел и до того, как мы собрались Насказать всякого Интересного И заинтриговать максимально Майнкрафтом И тем, насколько это хардкорно Здесь сейчас нынче всё Вот А кто может помнить в своё время Сервак Хламидии Кто может сыграл с нами Помнишь в Хламидии А я что-то такой помню Ник такой знакоменький Блин, он одновременно пилил сборочки Вот этот его сервак Я, по-моему, даже канал помню У него, по-моему, ссылка даже В группе, наверное, на него Блин, я сточил себе Топорик В общем-то Мне из стартового набора Кэровского Кстати, кровать Кэр принёс Я только заметил На самом деле здесь Из всего того, что Ну, мы начинаем с самого начала Потому что начинать с середины Или там с конца неинтересно Интересно пройти путь Как бы Интересен процесс, а не результат Вот И, соответственно, у нас из стартового Начала Вот буквально тут Всякое барахло Нишек Такой Имбаланс Но это, который нас Сильно Куда-то забустит Из Такого забущего Наверное, только вот этот сканер Тут, по-моему, что сделали Маленькое жертвы Поношенные тапки И сканер руды Да, тапки, которые Вот Скоро Скоро сломаются У них, конечно, там Брэнкинг 3 Но Не знаю Это Понимаешь, я не Брэнкинг 3 Я с ним уже полгода бегаю Скрафтил Зачарил Ну, значит, хватит на первые серии Я буду чуть-чуть быстрее бегать Вот Также я тут такой зашел Сервак, да Харкор Я такой хобана Думаю, надо скрафтить себе Там, кирку К себе Где мои кирки Вот И оказалось, что я не могу там скрафтить себе Точнее, я могу скрафтить себе каменную кирку Но она невероятно тухлая Чуть прям вот я Буквально, наверное, вот эту комнатку выкопал И все, она у меня сломалась Оказалось, что нужно крафтить себе Вот Флинтовую кирку А флинтовую кирку, чтобы скрафтить Нужно добыть Флинт А он с пониженным шансом Нифига не выпадает из гравия И я такой Ааа На самом деле, я начал лопатой добавить В общем-то, было весело Ощутиться Что здесь все так Совсем не так, как вот Зашел, на халяву все получил Дальше будет жестче Да И еще, по-моему, рецепт факелов Кстати, блин Да, я не сильно, кстати, с сны Не особо разобрался, если честно Еще пока тоже Ну, короче, тут факел это просто не граффица С поводкой в угля Блин, там кто-то ходит На самом деле, мы находимся в ТС Сейчас Я Стараюсь там в какой-нибудь Защищенный канал Забраться Просто Опять же, кто смотрел Факторию Заметил такую Да и на стриме Это было очень неприятно На самом деле Хренатень То, что у меня почему-то Звук скачет в одно ухо С микрофона Это не в микрофоне Все сингл записи Все чистые Все аккуратные Чем бы я не записывал Хоть ВБС Хоть В общем, не важно Да, все чистенько Стоит нам собраться В скайпе Все Звук почему-то скачет Причем, кстати, КР А для вас Так же скачет Это чисто на записи такое А, нет Именно на записи, к сожалению Вот Но почему-то на записи В разных программах Одна и та же фигня И как она Чем ее починить Неизвестно Даже на стриме нормально было Кстати Нет, на стриме Когда смотришь стрим В скакал Да, запись на записи Да Вот То есть какая-то фигня есть И вылечить ее Непонятно как Поэтому мы сейчас В ТС-ке собрались Попробуем в ТС-ке Может быть, не будет такой фигни Да, да, да Более спонтанно Мы тут так собрались Планировали-то давно Но вот конкретно Даже Макса с нами Нет еще Вот И, наверное, конкретно Вот Коль Макса нет Кооп Вопрос я тут поднял Почему Кооп или не кооп Как это считается Просто Вот Опять же Мы говорили, что прогресс Здесь долгий Фактически Такой ММО Забег Длительный Да Делать здесь Всякой фигни Не переделать И Собираться сложно Мы это по фактории Выяснили И Запаса серии Никакого не будет Плюс нам нужно будет Собираться еще в факторию Потому что цикл не закончен Мы В самом разгаре Где-то, наверное, на середине На данном этапе Вот Но хотелось начать Майнкрафт Чтобы как-то все-таки Перемежать серии Потому что Потому что Когда одна игра выходит Не знаю Это тоже не особо, наверное, прикольно Кому она неинтересна Совсем уныние, наверное, находит На зрителей Даже бывает сам Когда играешь Надоедает Да, да Какое-то разнообразие Все равно нужно И Как не Майнкрафт с модами С таким супер-хардкором Просится В какую-то альтернативу Причем Такую длительную Хорошую Прям идеальную Вот Поэтому О чем я На самом деле Сегодня просто невероятно Голова раскалывается Вот последние, наверное, хрен знает Сколько серий Я Не рассказывал о том Как я себя плохо чувствую Потому что я чувствовал себя нормально И язык не заплетался А сегодня Вот как раз День такой Прям убитый За последний, наверное, месяц Прям невыносимо И к чему я это все Ух ты Баррикада Не, мне не баррикада нужна За последнее время Наверное, сегодня Самый убитый день Но надо начинать Мне самому не терпится Так Мне нужен Флинтовый Топорик На самом деле В общем-то В общем-то Все полный набор Меч, топор, лопаток Да, у меня был топор Я сотрясал В общем-то Лопатой Подбывал гравий Из гравия Бахаем себе ступку Такую вот Оба Нет, не оба Не доски здесь должны быть Здесь должны быть Кабла Сейчас, она где-то здесь у меня была Кабла О, кабла Вот То есть Берем Каблу Так Хоба Хоба И все Нифига Не каблу берем Вот Берем Пережаренные На самом деле Идеальные советы Ребят Слушайте Ну я уже сказал Самому еще разбираться придется Я думаю К Каким-то Н-ным сериям Я уже буду На начальном этапе Ступка вам понадобится Очень часто И очень много По планету любителя В общем-то Ступка Крафт Из обоженного Камня Именно поэтому Мне пришлось Крафтить вот эту Кастрата Печь И я потому что Тоже здесь Такое обнаружил Что ты такой Не можешь просто Взять каблу И сделать из нее Печку классную Ну как обычно Это было То есть я такой Хоп Выкладываю Рецепция И получаю Какую-то Блин Ступеньку Из печки Я такой Какого хрена Это всего лишь Полупечка Только я рассказал Что она вроде Тоже нормально работает А чем отличается Полупечка От нормальной печки Ну раньше У меня был спрос Пониженный А потом по-моему Это выписали Ну точно не скажу Ну в общем-то Она Кастрата Печка какая-то Чтобы сделать нормальную Нужно Каблу Законденсить Или как она там Называется Компресс Был просто мод Конденс Блокс Он делал Как раз таки Ты 9 выкладываешь И делается Компрессированный Там конденс А потом конденс Можно еще было Выложить 9 И там Супер конденс А их еще По-моему Там 3 что-ли Или 4 степени сжатия На них такие Черные ленточки были Они все Все более и больше Сжимались Это по-моему Было Когда я еще Только 1.3.2 Что-ли Снимал Первый Постыгернизм Который был У меня на канале Цикл Назывался Кстати Для этого цикла Я не знаю Какое название Придумать Может быть Вы ребята В комментах Напишите Потому что Здесь разрыва Практически не будет По записи Выкладки Соответственно Максимально Тесное общение Можно будет организовать Поэтому Если у вас Какие-то интересные Названия Можете предлагать Кто Не настолько Жуткий Олдфакт На канале Первый цикл Назывался После Ведернизм Я уже назвал Второй Коп Цикл с Максом И еще кем-то Назывался В основном Несколько человек Было Я чуть не помню Даже кто еще Играл с нами Назывался Он Техноваренки Это был Прикольно И По Оллошности И Клоунадзе Это был Самый Клоунадзо Оллошный Цикл Из всех Ну после него На самом деле Не было ничего Поэтому Может быть У вас Есть какие-то Названия Прикольненькие Вот И почему Коп Не коп Как я уже сказал Здесь сложно Долго Собираться Муторно И возможно У нас не будет Возможно Собираться Все вместе Да И оптимально Будет сниматься Такие серии Допустим Я с Максом Или я с Каэриусом Или мы все вместе Втроем Если удалось Собраться И настроение есть То есть Вот такие Или я соло То есть Будет такая Каша Мишанина Перемежаться Серии будут По-разному Уходить Плюс Меня спрашивали Ребята Можно ли будет С нами Поиграть Как-то Вот И В принципе Желающий Есть Коуп Длинный Делать Много Чего Надо И как раз Таки Чтобы Как-то Себе Упростить Жизнь В копе Веселее И заодно Будет Какой-то Никакой Возможность Ребятам С нами Поиграть Почтовый Ящик Тебе Подаркнитесь Почтовый Ящик У нас Такая Вещь С прошлой Жизни Это Почтовый Ящик С прошлой Жизни Почтовый Ящик Да В плане Сюда Прислать Можно Но Это Если Вы Просто Будете Играть И Не Хотите С нами Играть Ну В плане Как Не Хотите В Клуб И Просто Посидеть Да Именно Свойсом Поиграть Вмесяце Ну Одну Базу Развивать И Как На Записи Доступ Или Как Это Сказать Право Этим Заниматься Естественно Будет Не Всем Подряд Выдано Не Всем Желающим Потому Что Ну Просто Потому Что Иначе Это Будет Хаос И Содомия Ну Может Кого Может Приглашать Исключительно Не Знаю Но Именно Так Плотненько Вместе Собраться И Как Командным Духом Тут Четыре на семье И Опередился И Приходишь Тут Квантовый Реактор Стоит Вот Кстати Я обнаружил Минус ТС У тебя Звук Он Как будто Ты сидишь Через А я Клавиши Нажимаю Потому Что Зарклад Звука В ТС Не Очень Корректно Работает Не Знаю Даже Во время Реплик На самом Деле Он Такой Подпердывает Так Что Ладно Мы С этим Будем Разбираться Да Нам Подстраивать Возможно Да Мы Еще Потестируем Но В общем Да Вот В чем Фишка В том Что Вот Почему Фактори Нельзя Всех Подряд Набрать Кто То Хочет Сидеть 24 на 7 А Мы Собираемся Раз Два В Неделю И Не Хочется Такого Что Мы Человека Взяли К нам В Куб Потому Что Он Хороший Нормальный И Бат Зашли Через Неделю А он Прошел Игру А нам Делать Нечего Чтобы Такого Не Было И В Майнкрафте В том Числе Доступ Я могу Продолжить Только Тем Кто Поддерживает Канал Или Бесконечный Холод Как Мой Основной Проект Как Никак Если Среди Этих Ребят Есть Желающие Потому Что Допустим Райган Его Благодарить На самом деле За то Что Мы Начали Майнкрафт Потому Что Я Свой аккаунт Не Смог Восстановить Техподдержку Ещё Не Было Время Написать Но В общем То С Аккаунтом Беда С моим Старым Хоть Я Сам Покупал Он Не Был Перекуплен То Покупал Официально Но Это Было 5 Где-то Лет Назад И С Тех Пор Конечно Счёт Как То Не Восстановить Много Поменялось Вот Если Техподдержка Восстановит Хорошо Будет Но Когда Это Произойдет Вообще Хрен Знает Сами Понимается Такое Вероятность Вообще По этому Поводу Не испытываю Никаких Положительных Эмоций То С Большей Вероятностью Ничего И не Восстановится Блин Надо было Кобл Поставить Слушай Серега У меня Есть Положительный Опыт Восстановление С техподдержкой Только Есть Опыт Но Я Все Так Не Верю Потому Что Я Слишком Мало Что Помню От Аккаунта По факту Опять же Потому Что Прошло До Хрена Времени Вот Поэтому Рейган На Стемп Факторе Взял И Задарил Мне Аккаунт По Майнкрафту Именно Благодаря Этому Мы Смогли Собраться Прямо Сейчас А не Через Неделю Две Месяца Полгода Когда Я Восстановил Может Быть Аккаунт Или Макс Нашел Где Небудь Какой Небудь Там Ксимаксу Тоже Еще Наверное Нужен Аккаунт Он Сказал Вроде Достанет Он Сказал Что Сможет Достать Это Не Проблема Он Себе Доставал Когда Мы Прошлый Коп Снимали Потому Что Его Аккаунт Я Тоже Кому Отдал Он Мне Напомнил Я Сам Не Помню Кто У меня Простил Аккаунт Мы Уже Не Играли Я Отдал И Все Какая-то Пословица Здесь Просится Но Я Уже Сказал Что Сегодня Голова Не Шарит Помню Догочевку Я Нашел Уголь Хотя Я Вроде Уже Находил Уголь Ну Так Пойти Поспать Еще Кэр Рассказал Такую Тему Если На сервер Допустим В общем Чтобы Ночь Проскипать Нужно Чтобы Спало Как Минимум 10% Игроков Соответственно Если Нас Меньше 10 Точнее Если Нас 10 То Достаточно Одному Поспать Если 11 Игроков Онлайн То Уже Нужно Чтобы Два Легли Спать Соло Не Скипнуть Будет Но Не знаю Пока Нас Вообще Двое И Мне Норм Вот Соответственно Вопрос Сложности Затронули Рассказали Вопрос Кто Может Присоединиться К нашему Клупу Я Это Люто Классно И Соответственно Реганган Может К нам Присоединиться Так что Люди Кто На стримах Поддерживал Или Просто Вот Просто Вот Бесконечный Холод Проект Вроде бы Прям Плотно Плотно Связан Со мной И С моим Каналом И Упоминает Со мной Часто Вы Там Ссылки Можете Запросто Найти Через Группы Вот Но Как Бонус Тем Кто Поддерживает Бесконечный Холод Очень Как-то Невнятно Звучит Типа О Ребята Вы Поддерживаете Бесконечный Холод Кого Интересует Только Он И Кто В Принципе Только О нем Знает А обо мне Знает Только Как Об авторе Да А не о том Что я тут Еще Летсплей Какие-то Гоняю Вот Очень Невнятно Будет Звучать Бонус Типа О Ребята Вы Поддерживаете Бесконечный Холод Обращайтесь Да Обращайтесь Если вы Нас устраиваетесь По неким наборам критериев Мы вас примем Почему бы и нет Да Критерии я рассказал Почему в принципе В этом есть какая-то Плюсовая ниша Я тоже рассказал Потому что с ребятами Не всегда можно будет Собираться Но да Здесь конечно Еще ключевой момент Это то что Как раз таки Кайя рассказал Что типа Не играешь Не играешь Потом зашел Тут ядерный реактор Ставит Это то чтобы Не играть соло Стараться как меньше Как можно меньше Делать соло Без нас Именно потому что Почему Можете взять Собственную базу Ну либо да Собственную базу Где-то развивать С кем вместе Да 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 Вот а прибегать К нам тут Ток на запись Там когда Мы собираемся Что это выдержит Вот то есть Но чтобы не было Такого что мы тут Не играли Не играли Все равно Собираться часто Мы не сможем Вот Потому что все таки Весь клоп Он крутится Не на то что Вот прям Сидеть Играть Задротиться Это конечно тоже Но он все таки Крутится вокруг Съемки этого клопа Потому что Без съемок Он не имеет смысла Я думаю Если бы мы не снимали Мы бы и не собрались И так далее И так далее Так ладно Все Вступительные слова Наверное закончить надо Ну в любом случае По моему я соскучился Прошло очень много времени Столько всего рассказывать Тем более Кто меня давно смотрит Тот знает Как я люблю что-нибудь Рассказывать Хлебом не кормим Ну ради этого Я и снимаю Так Я пока нашел Только несколько жил Алюминий Флоксид То есть Кварцит Ну там у нас видно Прямо От Временной Стенки Я больше ничего Производа не нашел Кэр Вот Расскажи Какие руды Нужны вначале И почему они нужны Самые такие Начальные Это конечно Тина Содержащие Копера Содержащие руды А просто Просто тин А просто тин Можно копать Нет Нет А я же по-моему где-то добыл какой-то кирпутин Нет Прошел Скорее нашел Смайл руды Смайл бывает Смолт имеешь ввиду Да Смол Они как раз вот Тин копер Золото и железо Ага Смолт Типа Их можно Тин 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 Это не чанка Это одна такая Да Делина такая маленькая Зачка Ага Вот А если же Жил Там очень много Там тысячи Блоков Руды Могут быть Вау Нифига Семь Жестко Ижил Топрава Высотой Семь блоков А размером Минимум Один чан Может быть Тин 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 Само Тин Тин заметь и железо так вот тут пропал а кассетерит это тинь вот если найти это бежево то можно пройти как бы цены взять уже паровую эпоху, эпоху пара вот кстати еще помыться за кадром было когда я говорил что он не хочет магией заниматься тут просто сборка числит 150 модов, 158 честно я весь список даже не изучал но здесь есть и магия как минимум там крафт просто если заняться там крафтом то можно пропустить бронзовую эпоху грифтеха и другие моды из магические потому что магические моды не усложнены вот так да, как бы такой обуз, 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 эксплойт ну в общем то я тоже на самом деле магией заниматься не хочу потому что ну не знаю, у меня никогда особо душа к этому не лежала, я даже помню когда мы снимали прошлый кооп, магией занимался кто-то другой точно не я я потому что ее не трогал, но я пользовался ее ништяками конкретно вот этими тапками по-моему я занимался там крафтом возможно потому что что-то такое я припоминаю но сейчас меня вот из магии интересует опять же только эти тапки потому что они позволяют на блок во-первых быстрее бегают, во-вторых на блок заскакивать и все такое, все такие ништяки выдают и меня только это интересует в принципе но вообще наш первый этап Кайра озвучил это найти, блин, эти руды там где-то Кайр еще так же говорил, что типа вот тут где-то есть, ну мы место это выбрали потому что здесь какой-то в чем хотел горы я хотел горы, да импур импур, что за импур пур чистый, а импур вообще не знаю что такое павел но я тоже подумал, что ну ок 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 ок, просто пур какой-нибудь, есть же приставки нет аннекс пур какой-нибудь, а им пур им приставки не знал так, что тут у нас грязную руду можно промыть, а можно не промывать можно промыть а прикол в том, что это грязная руды подает больше металла, чем с чистой если грязная, можно подействовать с наггетом а с чистой там три наггета ну там еще и шанс, что ли, дропается все это да, ну то бы не шанс, а просто рецепт помоешь разный я пока только нашел какие-то Small лица, чисто одиночные а сколько нам нужно мельси улыб весь грудный сканер, можешь им пользоваться ок, справится он сканер, по-моему, в радиусе 16 блоков и выдает, что там есть а что нам, ну сколько нам нужно и на что именно нам нужно мы выяснили, что ну не выяснили, зачем ну, бронзи, хотя Вот первый инкопер нужно на бронзу. Хотя бронзовые инструменты сделали для начала. Угу. Может первый бронзовый бойлер. Паровой ты имеешь ввиду, да? Паровой, да. Ну надо чем-то... Такийц. Найти место рождения угля, это как бы дофига там. Угу. А еще, кстати, смотрите. Големчики-то вот у вас ферма была. Тоже вот, они же из магии. Тоже их надо бы. А тем, может быть, с моей... Это Томкрафт. Это Томкрафт, причем не самый такой высший. Ну тут Тераформинг, это да, это вот женовато. Так, надо заюзаться... Да, я его не просрал, слава богу. Хе-хе-хе. Сканер, это как раз таки то... То... Такой... Маленький подарок. Скажем так. Я, кстати, такие сканеры дарил многим на сервере. Очень новичкам. Да. Я нашел... Один Амбер. Рассказывал, как искать руду в Гректехии и дарил сканер. Так. Шесть железа. Импур, Пайл, Стоун, Даст, Краш, Тенор и Амбер. А сорок магнетитов это фигня, да? Не надо нам. Значит, сорок магнетитов... Рядышком магнетитовое живо. Магнетитовое... Так, и ты опять пропадаешь. Чем магнетитовое? А, поищи центр живо. Живо там 200 или 400 блок, очень такое. Ммм... Магнетитово нам нужен, скоро не скоро. А в магнетите встречается золото и железо. В чистом виде. Как ванильные блоки руды. Вообще я нашел магнетитово прям он торчит. Прекрасно, поставь меточку. По сканерам, есть ли железо или золото в этом магнетите? А мне на него что ли нажимать? Ну просто нажимаешь сканер, смотришь, что он дает эти параметры. Если там есть железо или золото в списке, значит... Есть железо, есть железо. Четыре железа есть. Это магнетит с железом? Прекрасно. То есть магнетит... Ну они просто списком один под другим идут и все правильно? Ну да. Сам вверху самый частый, там ниже. Дальше идет. Магнетит с железом. Прекрасно, значит, в нем можно найти чистые блоки железа. Отлично. Прямо руду, к ванильную. Потому что в Гректехе руда железная, она как лимонид, там... Тут просто столько всего. Гурт, железняк. Я вообще нашел угольный пласт. Реально столько всего надобавляли. По сравнению с тем, что я играл последние... Сколько там это как раз таки было? Три-четыре года назад. Небо и земля. Ну это, конечно, благодаря Гректеху. Ну, я его не зря любил. Так, тут какой-то King Slime, но я не думаю, что меня запинают. Нет, не лучше. Он больше. Ну, я тогда бегаю и пытаюсь щитной цены. Шарда нашел, Эр Шарда. Его может чем-нибудь из века забить. Да, а нафиг он нужен нам? Я думаю, нам не нужен. Какие-то могилки. С него можно пофармить эти сердца. Так, оп. Нифига, блин. Капец, конечно, тут еще очень крупная. Я помню, как на начальном этапе фармировал. Магнитит. И, помню, ты, наверное, та же самая жила, кстати. Да, да, да. Она такая длинная оттуда до сюда. Да, 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 да. Все ништя. Да, живо может быть 9 на 9 чанков. И вот очень много торчит, наверное, что угли. Это, наверное, тот угли, который ты нашел. Что-то есть, да. Он прям тут на скале такой прям висит. А, нет, 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 нет. Это не угли нифига. Это тоже магнитит, кстати. Это 75 магнитит. Ну, короче, тут до хрена магнитита. Нужен не он. Хе-хе-хе. Вот, я помню вот такие олдфажные мои воспоминания о Майнкрафт. Как там было? Зампуриваешься в шахту с киркой самой обычной. Находишь там железо, там, быленько все. Крафтишь кирку алмазную. Ну, находишь алмазы. Дальше бодишь себе бур. Ну, кажется, как только появился Грег с его хардкором, из которого все так начали быстро плакать. Я помню. Хотя мне, наоборот, пришло это. Меня в восторг привело, а все остальные плакали. Там, лошадь. Типа, как сложно, да фу. А мне, наоборот, приколало. Ну, в общем-то, нужно было сделать пару печек. Это чуть-чуть замедляло тебя. Ну, в общем, ты бахаешься пару печек. Фигаришь себе там такие, я помню, круги алмазные. Делаешь бур алмазный. Все. Ставишь этот, как его, блин, карьер. Билкрафтовский, который из алмазного буру крафтится. И все. И дальше просто получаешь по трубам вагон ресурсов. Ну, ты его расчегариваешь. Как далеко, расскажи, теперь находится такая система? Карьер можно скрафтить в 2048. Через сколько? Через? 2048 напряжение питания. Чтобы скрафтить карьер. Там уже обработка титана. Это, ну, не знаю. То есть... Часов сто игры в семь лет. Это так будет. Нормально, часов сто. У меня вот мы в факторе как раз часов сто насидели. Вот. Часов сто. Ты... Нет, слушай. Это адекватно, в принципе. Вообще. Я не знаю, как можно быстрее, но, например, так вот, да. Жесть. Часов сто. Часов сто. Вот так всего часов сто присиделись, блин. Это нужно... Слушай, у меня почти 400 часов засели, наверное, здесь. Да я... За год, за год. Ну да, за год имеется в виду. Блин, я нахожу только какие-то... Жил не нахожу. Там чуть-чуть амбера, янтаряя и всякие там пайлок. Амбер везде есть. Это из... Поразительная руда. Ну вот, вот. Рубину он нашел. Вот. Часов сто. Это нужно четверо суток тут не вылезать просто вообще. Не есть, не спать. Такое, с красными глазами там такое. Мне нужен карьер, блин. Копать. Но с другой стороны... То есть, что я нашел? Оилл Сент. Оилл Сент это... Наверное, просто... Стены-песок. Стены-песок. Охренеть, блин. Читают, не придумают. Ну фигня какая-то. Сейчас с новым греком, с новым последовательным вновлением. А что очень нужно, кстати. Кстати, ну, как я же сказал, разрывы между сериями и выходом, съемками и выходом прямо вообще тут копеечная. Но в том, что я слышал, там еще обновлю эту сборочку. Что-то я буквально вот вчера что-то заходил. Там, мол, Грек что-то обновился. Еще больше обновился. Так что, возможно, там еще какие-то ништяки будут. Ну, понимаешь, он пилит сборку в ветке на ИСХАВИ, а потом накатывает обнову. Вот. Так, я нашел лигнит койл ОР. А лигнит это почти то же самое, что обычный койл. Так что с него еще можно получить железо. Ага. Ну, это нормальная тема, стоит метку ставить. Ага, стоит, но он обычно просто лигнит сжигает, как уголь. Ну, у нас пока никакого нет, я поставлю. Ну да. Пока, это, знаете, ну много картинок там, типа не только на самом деле про игры. Типа там, первый день, там сотый день, и вот тоже некоторые игры начинаешь. Я помню, я начала там в Pass of Exile, ты такой, первый день в Pass of Exile, ой, я выбил какую-то хрень. Ага. Блин, хорошо, я прыгнул. Нифига, это чуть не прорез в какую-то расщелину. Борит. Ага. Борит нужен? Борит? Не. Не ага. Значит, не ага совсем, ни разу. Вот, и там, первый день в Pass of Exile такой, ой, я выбыл какую-то там хрень, там же, нет денег, там, типа бартеры, просто предмет, которые что-то делают. В зависимости, насколько они редко падают, насколько они полезны, они столько и стоят. Я такой раз нашел какую-то фигню. О, фигня, она что-то стоит. Я положу ее в сундук. Сотый день в Pass of Exile. А, фигня, не буду понимать. Мне лень нажимать левую кнопку мыши, чтобы поднять с полу ее. Хе-хе-хе. Поэтому я просто бегу дальше. Ну, это на самом деле, мистер, 10 руды. Просто в дальнейшем, чтобы ее не искать. О, а у меня вот она. Угу. Так, Fire Sharda нет. Нам нужен, блин, две руды, и я ни одной из них не нашел. Хе-хе-хе. Может, мы не очень удачно начали, и она или ниже, то есть нам будут копать под землю. Либо выше, да? Да, либо выше. То есть, ну, как бы, где-то на скалах может быть. Капец, блин. Начали. Хе-хе-хе-хе. Можно, а фиг знает что, можно здесь сделать с этим. Под водой, наверное, нет смысла пытаться искать. Я, в принципе, набрал коржи, можно запилить глайдеры. Полетать? Да. Планировать? Я бы сыскал. Наскалая. Блин. Планировать. Спарники и глайдеры можно сделать. Я тут нашел ведьмин круг, из него нашел стальные ножницы, кстати. Классная вещь. О, кстати, классная вещь. Можно этих нарезать теперь. О, да. Почти стек шерстные. Потому что мы до того, как начали, Кэр там взял всех овец, поубивал практически в округе. Хе-хе-хе-хе. Фига себе всех. Смотри, вот сколько их тут и дофига овец. Ну ладно, ладно. Не всех, но до хрена. Потому что их было еще больше. Хе-хе. Кэр просто взял, прибежал такой. Оп. Нам нужен эти спальники. Взял там всех, намочил. Ой, я просто уголь нашел. Я просто уголь нашел. Да. Вот его можно будет добывать. Недалеко, ближе от дома. Да, там вообще нет. Вот. Поэтому, понятное дело, что мы только начали. Вот. Мы только начали. Вот. Плюс еще нужно вспоминать. Поэтому мы будем так разгоняться. Соответственно, цикл рассчитан на тех даже, кто вообще не знаком с модами Майна. Я не думаю, что прям таких очень много будет. И я уверен, что там кем-нибудь прибегут чувачки, которые ааа, да там вот че как-то ничего. Я такой вот короче все знаю, а вы короче лой. Хе-хе-хе-хе. Такие всегда прибегают. Че бы ты ни начал поделать. Ну, особенно, если ты че-то популярное начал делать. Вот такие вообще стопуде прибегают. И начинаете рассказывать. За жизнь какая они про, а ты дно на самом деле. Не шаришь. Какие они прям молодцы в жизни. Но, как я уже сказал чуть-чуть ранее, самое главное это... Ну, на самом деле, не знаю, насколько я это сказал, но в фактории я это точно говорил. В комментариях я это писал. Самое главное это получать эмоции от процесса. Самое главное это процесс. Соответственно, если... Хорошо, если нам будет нравиться, да. То есть, если затянет классно, там, эмоции. Люди будут подтягиваться, там, коп, да. То с Максом, то с Кайером, то мы вместе. То еще, может быть, кто-то будет, да. И мы так будем динамично, весело, интересно. Замечательно, да. Тогда цикл пойдет, и с учетом того, что здесь действительно есть потенциал просидеть и год, то вообще все круто. Да. И просмотры, там, и комментарии тоже это очень сильно, на самом деле, вот стимулирует съемки. Вообще эмоции положительно вызывает. Потому что... Блин, опять магнетит. Магнетита до хрена. На самом деле, одна из самых часто сияющихся руд. Это оу, лигнит, магнетит. Все, не буду я ее больше тогда метки ставить. Вот может, это все одна и та же большая жила. Да не, не ешь, пробежал такой, не может быть, не может быть совсем. Вот, и, допустим, я снимал, так, шугль. Снимал, там, да неважно, на самом деле, что, и ты смотришь, такое, там, несколько комментариев всего, да, просмотров абсолютно никакие. Потенциала тоже вообще ноль просто, абсолютно ноль. Это удручает. Я это рассказывал в Фактории. Я это рассказывал. Есть спецсерия по Фактории на ДОП канале. Вы ее тоже можете найти. Она практически чистый подкаст на 80%. Так. О, а вот этот уголь надо, наверное, метку поставить. Очень большой уголь. И он еще ближе. И еще ближе к базе. Я бы сказал, прям совсем близко. Вот, буквально тут пробежать. То есть, нормас. Вот, я это рассказывал. Это как-то дестимулирует, удручает. Как это такое? Да, очень неохота. Ты понимаешь, что эмоции никаких не получишь, отдача никого не получишь. А вот так стриженые овцы. Ха-ха-ха. Кажется, Серега. Можно рассказать про Коскруды. Маленько. Паруслов. Про Польдомы. Руда генерируется по сетке. По специальной. Паруслов. То есть, извиняюсь, кнопку. Клопку отпустило. Да, не, срочно. Надо будет что-то издумать со звуком, потому что реально за это. Ну, короче, ну ведь. Очень все просто. В какой-то мчанке генерируется центра жила. Жила высоты 7 блоков. Есть. Блёностроение. И радиусом. Может быть маленькой, большой, огромной, гигантской. Следующее жило генерируется через два чанка. То есть, два чанка пропускаем на третьем, генерируется следующее жило. Может жило не сгенерироваться. Бывает такое. Ну, так корректо бывает. Почти вот, если скажет два чанка, пока живо валяется. Какая-то это жило да есть, да? Да, пока не живо да есть. Так, стоп. То есть, нужно найти какую-нибудь жило, определить её центр. Ну, центральный чанк. И от нё потом начать копать, да, через каждой чанка искать живо. А уголь тоже, да, считается? Как-нибудь. О, два голтора. Уголь тоже считается, да, живой? Не важно. Да, уголь тоже считается живой. Я вот нашёл тут золото, где... Не жило, только смейл. И ещё бывают эти... Да пять магнитин. Да что такое магнитин. Из зариокрафта бывают такие, эти каменные шары, из сольного гранита. Блин, вот. Проблема в том, что я бежал вроде бы всё в округе и не нашёл ничего, кроме магнитита и угля. А у тебя сканер сканет всего на 16 блоков. Ну, я просто стараюсь подбегать к стене и от стены сканет. Вот. И, как бы, такие живые, как магнитит и уголь, они достаточно высоко сманчиваются. Их найдёшь очень высоко. Да, Кань, прям совсем что-то, то пропадает, то у него звук. Извиняюсь. Возможно, я... Жесть. Жесть, жесть, конечно. Короче, магнитит и уголь очень часто... Я напомню, просто сломаю. Кто смотрел, опять же, Факторию, там, стримы по Фактории с Майксом. Да, возможно, микрофон сменить, кстати, да. Майкс рассказал. Ой, TeamSpeak такой классный! Лучшая программа на свете! Вот сидим с Кайером в Скайпе. Звук чистейший, всё уравновешивается. Ребята звучат одинаково, качественно. На одном уровне всё, конфетка. Зашли в TeamSpeak. То пердёж, то пропадание. Вообще, супер программа. Надо поднастраивать или, возможно, поменять. У меня самый дешёвый микрофон, что ты хотел от него? Да, ну всё равно делал. Не в микрофоне, в Скайпе же всё нормально. Просто Макс там любит рассказать, какой TeamSpeak классный. Вот зашли в TeamSpeak, вот он, какой классный. Ну понимаешь, в Скайпе там автоматическая выработка звука. А в ТСС-ке нужно ручками настраивать. Вот. И не всегда руками ты всё равно настроишь так, как автомат настраивает. Короче, я ХЦ, я бежал реально всё. Кстати, место тоже. Блин, моб, моб. Тут, кстати, уровень сложности мобов хардец. Да, уровень сложности хард. То есть от голода умираешь. Могу видеть больно. Ну вот, от голода фиг знает. Я ещё не успел умереть, потому что там на спауне дали стэк яблок. Бомжам. Начинающим. И зачем-то дали, кстати, стэк чернильных мешков. Кайр сказал, что в Грегтехе, типа, они вначале очень прям ништяк. Но... Да, да, да. Это вот без чернильных мешков вначале вообще очень сложно. А куда они нужны, я вообще хз? А из них делают это чёрное шерсть, а из чёрной шерсти делаются... А эти... Аловянные кабеля. Провода аловянные, точнее. А здесь другой, любого другого цвета шерсти не сделать, типа? Нет, только с чёрной. ЖЕЕСТЬ. 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 То есть это, блин, ты такой, о, мне нужны провода. Пошёл-ка я убивать этих спрутов или как они там... Эти милы нравятся, Флинт. Он поджигает коровку, сразу жареная. Жареная. Флинт? Чё Флинт? Просто Флинтов? Меч из Флинта, да, поджигает. А, меч из Флинта. А как там меч? Там, по-моему, палкой два Флинта, что ли, надо поставить? Да. Кстати, из... Если ты сделаешь из этого, как его... Янтаря, пирку, она будет силтачить. Иловано. Нифигасе. 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 Так, а мне дали ещё какую-то ачивку, я что-то скрафтил себя. А, зато что я меч из скрафтил. А корову-то они не это. Да, она реально поджигается и сразу жареная. Хе-хе-хе. Нормаз. А как их разжигать? А как вообще жрачку добывать нормально? Какой есть метод такой для... Нищеброли? Да, в принципе, любой, тут не стоит ни... Не стоит тут, короче. Ника опять пропал. Хе-хе-хе. Не стоит никакой мод на голову, так что можно питаться всем чем угодно. Всем, всем чем угодно. Нет, вполне автоматизированный какой-то. Я помню, мы делали... Был ванильный спаунер куриц как-то. Такую воронку ты делаешь, водную. Туда куча куриц. Не спаунится, грохнут и жареная курятина. Такую штуку тоже делал. Ну, я помню, что ты делал именно... Вот, спаунер яиц для жрачка какой-то. Надо вспомнить. Ну, я думаю, можно что-то сделать. Только надо яйца где-то надыбать? А яиц нет? Ну... Да. Для начала. Матом производится. Ну, это как бы... Дребуется хоть маленькое железо и редстоуна. А, что-то там надо все-таки какая-то? Там, по-моему, просто... Там просто воронка ставится в... Ну, хоппер это железо. А, нет. Да, да, хоппер-хоппер ставится все-таки. Один хоппер это десять слиткого железа. Ну, печально немножко. В общем-то, я ничего не нашел. Я нашел кучу угля, кучу базовой руды, которые... Которая не особо мне помогла. И надо прочитать, сколько мы уже здесь сидим. Мне кажется, мы долго достаточно. По времени. Ну да, у нас здесь с Мауруды... Так. 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 Итак, ребята. В общем-то, время тоже набережало 40 минут. Но я так и планировал первую серию сделать массивную. Как по факторке. Тем больше, что здесь она больше разговорно-вводная. И я думаю, ей даже нулевой номер поставлю. Такое немножко, как предисловие, что ли. Пролог. Само как назовется. И да, после того, как я игру свернул, запись у меня остановилась. Поэтому первой серии придется срендерить в 720. А остальные я постараюсь все-таки в 1080 делаться. И не сворачивать игру в процесс. Ориентироваться по каким-то другим средствам временного ориентации, нежели сворачивания игры. Вот. А я, кстати, всегда играю в окне. Вот. Ну и тоже в окне. Но тут нет режима, по-моему, Borderlands Окна. Надо посмотреть. Потому что здесь только укно. Не укно. Хотя, возможно. Ладно. С этим поразбираемся. Со звуком мы тоже поразбираемся. Со всем остальным тоже поразбираемся. Я думаю, мы еще побегаем поищем Руду. Посмотрим, там, что Макс, как себя чувствует. Может быть, с ним скопимся. Серия. Пока этим будем заниматься. Выйдет серия. Вы напишите комментарии. Может появится желающий к нам присоединиться. В общем-то. Главное. Старт дан. Мы описали вам суть сборки. То, что нам долго. Детали будем выяснять по ходу дела. Да. И все остальное тоже будем выяснять по ходу дела. Но какое-то такое вот начало все-таки у нас уже есть. Поэтому, ребят. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Самое главное. Подписывайтесь на канал, если вы хотите больше фактуре Майнкрафта. И, в принципе, поддерживайте канал. КР. Всем пока. Увидимся. Продолжение следует.